28 апреля. Самые дорогие модели новой линейки часов Apple Watch стоимостью от 10 тысяч до 17 тысяч долларов были распроданы США и Китая в течение первого часа с начала приема предварительных заказов онлайн, сообщает Financial Times. Некоторые другие модели часов, цена на которые варьируется от 349 долларов до 17 тысяч, также были полностью раскуплены в течение первых минут. Часы доступны для покупки в Канаде, Австралии, Китае, Франции, Германии, Японии, Англии, США и Гонконге. По подсчетам экспертов, Apple приняла 300 тысяч предзаказов на часы в течение первых суток продаж, а за первые выходные это число может достичь одного миллиона. По прогнозам все новости, по субботу эфире в Зеленбурге, Челябинске, плюс 7 градусов, Новосибирске, плюс 11, Ленинграде, 18, срочно нуля. Новости на беде, затарка, где 15 минут, держите с курса. Бизнес-этап. Первое деловое радио. Главные темы. Шестнадцать часов тридцать минут в Москве в студии Людмила Шаулина. Здравствуйте. Нацвалют в ночных торгов показывал рост. Курс доллара приближался к 50 рублям, евро к 53, однако затем темпы роста снизили. Все договорятся, что дальнейшем саустрирование на беде есть, но не велик. Подробности в конце часа по краю капитала, вторая информация через минуту. Работники на космодроме Восточной вновь объявили забастовку, ссылаясь на невыплату зарплаты, сообщают СМИ. Начальник спецстроя Булкадаб заявляет, что это провокация, по его словам, рабочие зарплату. Получили, пробили и работать не хотят. При городе Лондона нашли нефтяное пятно. Милки утверждают, что запасы превышают подтвержденные резервы России. Одна в пресс-вистуриях технологических добычей извлечена среждайся от рычага. Торнады на старинных дорогах в Москве трасса в новом дешевом и дешевом шампуне, причем четырежды, чтобы исчезли мазутные дядные средства. Всего на улице остались в ее спецслужбом, этому шампуня. Подробности я вновь ею бизнеса. Которые съезд в гост. Продолжает свое укрепление российская валюта. К этой минуте к евро прибавляет она 3,5%. 53 рубля 81 копейку дают за 1 евро. К доллару 2% в плюсе. 50 рублей 71 копейка стоит 1 американский доллар. Нифс марки Brent торгуется в минусе на 0,5%. 56 долларов 51 цент дают сейчас за 1 баррель. Рабочие на космодроме Восточной вновь объявили забастовку. Причина невыплаты зарплаты, сообщают СМИ. Но временно исполняющий обязанности начальника Дарспецстроя Юрий Булкадан заявляет, что подобные сообщения распространяются провокаторами и не соответствуют действительности. Кроме того, он сказал, что работники получили деньги, уехали в Благовещенск и там их пропили. Затем вернулись, но не хотят выходить на работу и продолжать бастовать, заявил Булкадан. А вот что рассказал Бизнес.ФМ журналист из Благовещенска Павел Кошеленко, который беседовал с одним из работников космодрома, неким Николаем. Сегодня, да, там порядка 20-30 человек решились на Голодовку, объявили, то есть они отказались от обеда. Сегодня 10-е число, как раз до которого обещали распуститься. Как сказал вот этот Павел Николаев, он говорит, когда я уезжал, как раз деньги привезли, в контору стояла очередь, но при этом люди были слегка нервные, потому что прошла такая информация, что на всех денег не хватает. Наверное, как раз после этой информации подкреснуло людей. Сегодня приезжал руководитель коглуба «Экстрой» и Волкадав. Как сказал этот рабочий, что он буквально около часа побыл на стройке и уехал. Официальных комментариев представители «Экстрой» не дают. В принципе, есть неофициальная информация, что после визитов из премьера Дмитрия Радуни за просмотренный «Экстрой» после нормального состояния, что он давал деньги, и они сельскохозяйственные контролировали, как и сельскохозяйственные аппараты подстроят. Но вот на днях они не ехали, и по всей видимости, наверное, коммерция раскладывала подрядчиков субподрядчиков, и по всей видимости, как говорят те же самые рабочие, сельскохозяйственные подрядные и субподрядные организации продолжают выяснять, кто кому и сколько должен. О проблемах при строительстве космодрома «Восточный» стало известно на прошлой неделе, когда сотрудники компании-подрядчика «Строиндустрия-С» объявили голодовку, требуя погасить долги.